Всех приветствую! В сегодняшнем выпуске поговорим про главные изменения, которые нас ожидают в Германии в феврале. Несмотря на бюджетный кризис в стране, а также жесткие меры экономии, любой житель Германии, кто поменяет свою старую систему отопления, работающую на ископаемом топливе, на новую, более экологически чистую, может получить в этом году более высокие субсидии на инвестиционные затраты. Это означает, что с 27 февраля 2024 года собственники смогут подать соответствующую заявку в Государственный банк развития КФВ. В дополнение к базовому финансированию в размере 30% затрат также может быть предоставлен дополнительный бонус за скорость в размере 20%, если собственник начнет менять систему отопления к 2028 году. В целом же общая ставка финансирования может составить максимум 70%. Конечно же, это абсолютно не означает, что все жители Германии, которые будут менять свою систему отопления, получат максимальную субсидию в размере 70%, потому что все это будет отдельно просчитываться в индивидуальном порядке, в зависимости от вашего дохода, размера жилья, системы отопления и так далее. То есть многие факторы в данном случае играют важную роль. С 1 февраля отменят доплату за лекарства в аптеках. То есть это означает, что всех, кому врач выписал лекарства в упаковке определенного размера, но которого нет в наличии в аптеке, больше не будут просить доплачивать. Напомним, что раньше потребителям приходилось платить дополнительную плату в размере не менее 5 евро за несколько небольших упаковок, если не было в наличии большой упаковки с предписанным количеством лекарств. То есть на практике это означает, что если, например, у фармацевта есть 2 упаковки по 50 штук конкретного лекарства, которое вам выписали, вместо 1 упаковки в 100 штук, то сооплату придется заплатить только 1 раз, а не 2, как было раньше. С 1 февраля в Германии также уменьшат тюремный срок за неоплаченные штрафы. Согласно немецкому законодательству, любой, кто не может заплатить штраф, вместо этого должен отправиться в тюрьму. То есть компенсация штрафа в данном случае тюремным сроком рассчитывалась один к одному. То есть один день неоплаченного штрафа приравнивался к одному дню тюремного заключения. Однако еще в июне 2023 года немецкий Бундестаг принял решение уменьшить ключ пересчета в 2 раза. Так что с февраля за каждый ежедневный штраф будет полагаться всего полдня тюрьмы. Аргументация в данном случае такова, что тюремное заключение для человека гораздо более стрессовое, чем оплата штрафа. С февраля в Германии покупатели получат больше информации о происхождении мяса, которое они покупают. То есть с 11 февраля в Германии будет действовать обязательная маркировка, которая распространяется на неупакованное мясо свиней, овец, коз и птицы. Ранее подобное требование действовало на упакованное мясо, а также неупакованную говядину. При этом также будет указываться место выращивания из обоя. Даже если большая часть мяса поступает из одного и того же источника, и лишь небольшое количество было закуплено из других источников, то есть поставщиков, это должно быть указано соответствующим образом, говорится в новом законе. С 1 февраля в Германии вступает в силу ряд небольших, но значительных для некоторых работников налоговых изменений. Одно из них касается введения необлагаемых налогом разовых выплат. По словам профсоюза ВРД, работники государственного сектора получат инфляционную надбавку в размере 120 евро, то есть из них не будет высчитываться налог. Повезло также и кровельщикам, так как они получат необлагаемые налогом, а также сборами социального страхования выплату в размере 457 евро. Напомним, что до конца 2024 года у работодателей есть возможность выплатить своим сотрудникам необлагаемый налогом инфляционный бонус максимум до 3000 евро. Многие зрители нашего канала спрашивали про эту выплату, обязательная ли она или добровольная, и мы еще раз подчеркиваем, что это только на усмотрение работодателя. То есть для него нет никаких предписаний обязательной выплаты этой компенсации. Если он захочет, он может это сделать, если нет, и его финансовое положение это не позволяет, то, соответственно, никакой выплаты для сотрудников не будет. С 1 февраля на всей территории Европейского Союза будут действовать более строгие требования к онлайн-сервисам, платформам и поисковым системам. В действие вступит закон о цифровых услугах, который призван предотвратить антиконкурентное поведение крупных интернет-компаний в Евросоюзе. По мнению Европейской комиссии, подобный закон укрепит права потребителей, в частности, благодаря усовершенствованным механизмам подачи жалоб и возможности легче сообщать о незаконном контенте. Кроме того, также будут введены более строгие правила защиты данных, например, запрещающих целевую рекламу для несовершеннолетних и ограничивающих использование конфиденциальных данных в рекламных целях. Помимо этого, закон о цифровых услугах повысит безопасность товаров, продаваемых в интернете, обеспечивая их соответствие стандартам Европейского Союза. Потребители в данном случае получат больше информации о реальных продавцах товаров, которые они приобретают в интернете. С 1 февраля домохозяйства будут получать меньше денег за продажу излишек солнечной энергии. Это означает, что тот, кто установит солнечную систему на своей крыше и захочет за определенную плату продавать излишки электроэнергии в сеть с 1 февраля, будут получать немного меньше денег. То есть вознаграждение будет уменьшаться на 1% каждые 6 месяцев. Напомним, что ранее тариф составлял 8,2 цента за киловатт-час. С февраля он снизится до 8,1 цента за киловатт-час. С августа этот тариф составит 8,04 цента, а в феврале 2025 года это будет 7,96 цента. Клиенты Amazon Prime в Германии уже должны были получить письмо о том, что с 5 февраля стриминговый сервис вводит рекламу. Тот, кто желает продолжать смотреть видео Amazon Prime без рекламы, будет вынужден платить дополнительно 2,99 евро в месяц. По словам представителей компании, Amazon сможет использовать эти дополнительные доходы для увеличения инвестиций в лучшие развлекательные программы и спортивный контент. Важно отметить, что всем, у кого есть годовая подписка на подобный сервис, следует обратить внимание на то, что введение рекламы в данном случае представляет собой существенное изменение в договорных отношениях. И поэтому клиенты могут иметь право на специальное досрочное расторжение договора, если вы не желаете дальше пользоваться этим сервисом. В феврале будет действовать лимит на частные продажи или сдачу в аренду жилья на интернет-платформах. То есть любой, кто регулярно и в больших масштабах частным образом продает товары на интернет-платформах или сдаёт в аренду комнаты или квартиры и таким образом зарабатывает, могут с февраля иметь дополнительные запросы от налоговой инспекции. В свою очередь, интернет-платформы должны до конца января этого года отчитаться перед налоговыми органами и подать соответствующую информацию о том, какие пользователи осуществляли крупные продажи и получили существенную прибыль. В данном случае налоговые органы в первую очередь будут заниматься отслеживанием скрытых коммерческих продавцов, то есть любой, кто совершает менее 30 сделок купли-продажи в год и, следовательно, зарабатывает менее 2000 евро, останется вне поля зрения и контроля налоговой службы. Аналогичный лимит распространяется и на аренду жилья. То же самое относится к любому, кто регулярно продаёт бывшие в употреблении предметы повседневного обихода, такие как детские игрушки, автомобильные шины или посуда, поскольку это не приносит никакой прибыли в коммерческом смысле. Ну а у тех, кто превысит вышеуказанный лимит, могут появиться вопросы от налоговой инспекции, потому что она теперь будет всё это жёстко контролировать, чтобы люди не уходили от налогообложений. То есть, если человек активно занимается продажами на интернет-платформах или сдаёт в аренду жильё и, соответственно, в год получает больше, чем 2000 евро дохода, при этом он не зарегистрирован, не платит налоги, то им однозначно заинтересуются налоговые органы. Обратите внимание, что любой житель Германии, кто хочет вырубить деревья или подстричь живой изгородь или кусты в своём саду или возле дома, должен сделать это до конца февраля. Так как в период с 1 марта по 30 сентября в Германии, согласно законодательству, действует защитный период, который призван позаботиться и защитить гнездящихся птиц. В этот период разрешены только щадящие мелкие корректирующие стрижки кустов и деревьев. А на сегодня это были основные события, также не забывайте, что ещё больше полезной информации вы всегда можете найти в наших соцсетях, а также у нас есть Телеграм и два других интересных YouTube-канала, все ссылки вы найдёте в инфобоксе. На этом я всех благодарю за внимание, будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч!